Смотрите, очень серьезный разговор. Глина – вторичный продукт земной коры, образующийся в результате разрушения скальных пород. Это та глина, которую мы проклянаем. Ну, я понимаю, скалы. Они разрушаются, становятся глиной. Вот. Знаете, Докучаева хороший мужик, умный, ничего не скажешь. У нас получается так. Он, наверное, мне и меня рад в 10. Я согласен. Он профессионал, а я так, по верхушкам. Все согласен. Но у меня информации в миллион раз больше. Помните, там, допустим, подобных и дальше 4 миллиона. А у него такого не было. Вот. Когда мы берем учебный снимок или рисунок, вот как здесь, да, мы спокойно воспринимаем. Вот. Вот здесь вроде бы галька, видите, камни, все. Вот это, наверное, глина. А вот это, наверное, гомос. Так. И это воспринимается, тут есть, сколько тут, 2 сантиметра, нет? Ну-ка, 30. Сейчас мне надо точно знать, это очень важно. В каких единицах? 48, 30. 0,2 наносантиметра. А что, где же 20 сантиметров? Это значит, что он появился 2000 лет назад. А до этого где? А должна быть миллиарды, а не 2000. Вы же поняли, к чему я клоню. Тогда я беру и с вами буду разговаривать вот о чем. Там пойдет другая тема. Мы сейчас добьем вот это. Пусть сегодня не совсем учебная, есть какие-то, но сейчас речь идет о мировоззрении. Почему? Наболело. Ключая телевизор, компьютер, страшно становится, что миритворится. Наболело. Когда-то война кончится, но она потом опять начнется. Она не кончится, и такое все, и никогда. Да, сильно животная часть в наших этих организмах, в наших нервах присутствует. Смотрите. Я набрал почву в разрезе. Видите? Почва, фото, почва в разрезе. Я не выбирал фотографии. Я просто хочу, и меня могут аплодировать священнослужители. И даже прислать это самое, пол-литру. Вот. Потому что вина, скажем, монастыцкая вина. Я бы не отказался. Почему? Я беру все фотографии подряд. Меня удивляет, насколько все организовано. И насколько все делается по чертежам. Понял намек? Что мы здесь видим? Я все подряд буду комментировать. Вот это глина. Допустим, когда-то это были скалы. Дальше что шло? Как там было? Вторичный продукт. Разрушение скальных пород. Ну, за них в местах было слово «выветривание». Ну, пускай выветривание. Пускай, как здесь. Так. Пойдем дальше. Итак, сколько вот это вот уже, может быть, это уже как бы выщелоченная почва, может быть. Она более старшая. Но даже если взять вот это, сколько тут, 20 сантиметров, 5 сантиметров, значит, чисто плодородная земля появилась, умножаем на единицу. То есть, каждые тысячи лет, я докучаю, уважаю, и я его, как сказать, доверяю. Тысяча лет – один сантиметр. То есть, иногда Библию вспоминаю. Господи, а что это Библия, чем это? Какие миллиарды? Вот. Ладно. Случайно. Идем дальше. У меня пока недоумение, когда я начал, да? Смотрим сюда. Вот эта часть, вот она, видите, здесь, берн, вот, отмершая трава, она постепенно превращается, вот, и она какая-то еще странная, потому что, ну, допустим, здесь плохое место, здесь мало, это самое, здесь получается, даже не получилось, как следует гумус. Ладно, пропускаю. Не жалко. Давайте здесь смотреть. Вот. Что я вижу? Я вижу глину вот здесь, это бывшая скальная порода. Вот, вот это выветривание. Вот это вот, единственная самая, верхняя часть, это свеженький перегревной, ну, как там, берегневший, то есть, еще перегревает. И, наконец, вот это вот сейчас можно посчитать за гумус. Ну, допустим, беру шарку в метр. Так, метр, так, метр сто сантиметров, сантиметр тысяча лет, значит, сто тысяч лет назад только появилась жизнь вот здесь, вот в этом месте. Да. Здесь же скалы, все, никаких динозавров. И когда вы будете копаться в этой глине, вы не найдете ни динозавров, косточек, ни нашего предка. Помните, я говорил, что наш дедушка, это землеройка. Вот такая вот размером с паламбой. Вот. Тоже не найдете тут. Мне это все не нравится. Почему? Мне начали, они выращивают мне голову с этими самыми легкими периодами. Смотрим сюда. Да, допускаю, что здесь была вода когда-то. Да, но это же выветривание скальной породы, тогда не вода. Ладно. Хорошо быть новичком. У меня любая дождь сходит с рук. Здесь, смотрите. Ну, если здесь 15 сантиметров, значит, 15 тысяч лет назад. Ближе к библейскому сроку. Ну, никакие они в мире не берены. А здесь так же. Вот это вот уже невозможно было назвать. Даже бывший гумус. Это уже даже. Если это скальная порода, это тоже скальная порода, но еще не до конца это. Перемолота. Сверху появилась немножко растительности. И в результате получается очень короткий слой. Недавно появился. Когда все-таки земля появилась? Здесь. Ну, здесь можно сказать так. Наверное, это... Как она называется? Это... Здесь сейчас горы. А вот это вот низина. И здесь тоже не так давно появилась жизнь. Почему? Спрашивая камни. Но здесь явно до этого было море. Здесь нет. Здесь уже нет. Это глина. Это молодая глина. Бывшая эта скала. Здесь еще не выщелочена. И вот столичка. Вот столичка. Это опять не нашел. Где же эти миллионы? Вот глина сплошная. Вот это два разных вида глины. Глина и глина. Ну, разная. Это все бывшая скала. Если только... А если засомневаться, что наука ошибочно утверждает, что это скальные породы бывшие, а глина из чего-то другого, тогда другое дело. Ну, как им не доверять? А вот здесь получилось 20 тысяч лет назад образовался свой. Вот. Вот здесь, оу, жирненько. 100 тысяч лет назад. Но никаких, где мы тебе динозавров никаких. Здесь тоже никаких динозавров. Здесь 10 тысяч лет назад образовалось. Вот. Ну, здесь, может быть, 50 тысяч лет назад. Вот. Здесь 30 тысяч лет назад. Видите, как мы умнаряд-то научились, да? То же самое. Вот. А здесь, да, все есть, пожалуйста. Глина и все есть. Ну, здесь, может быть, скажете, безжизненное место. Здесь было мало... Мало-то это самое, зелени. Вот еще... Здесь трудно разобрать. Здесь легко разобрать. А где же, наконец-то, это? То самое. Хотя бы... Но мы и так знаем, что черноземы где-то до метра. Якобы с Украины Гитлера все вывозили в аршалонах чернозема, якобы было и полтора метра. Ну, все происхождение Земли. А до этого она была мертва. Вот. Вот видите, она до этого была мертва. А? Отец Алексей, я на вашей стороне. Я не знаю, что мне думать. Недавно всплыло где-то у кого-то, всплыло письме, старом-старом письме. Значит, Канчино так мне понравилось. Канчино, оказывается, якобы Железово знает, знает, что Коломенский монастырь выращивает мои абрикосы. Уже не Канчино. Ой, не Канчино, не то слово. Я ошибся. Канчино это по черешне. А это, значит, Наталья Андреевна, Московский ботсад Наталья Андреевна. По памяти. Антон Варелий знает, Шафронов. Переписывался с ней. То есть, все-таки, я стараюсь немножко, и чтобы в монастырских садах были абрикосы. Не только Наталья Андреевна, но и я тоже. Вот. Видите, что опять безжизненное все. Опять. Опять. Цифра один сантиметр за тысячу лет нарастает гонус. Не я придумал. Я вас в эту самую к ученым отправляю. Так учаю и про. Я ничего не понимаю. Вот здесь она 20 тысяч лет назад. То есть, ну, все зависит еще от жирности этого самого. От того, сколько перемалывается зеленой массой. Вот так выражусь. Вот здесь хороший перегночек. То есть, и перегночек, и черноземчик. Ну, все, дальше. Вот. Я возвращаюсь к этой самой. Почему? Тот, кто взял и для учебника вот это придумал, вот это учебник. Видите вот это? А я не могу. Я задаюсь вопросом, где же это? Дальше вот они идут. Гравий идет. Песок идет. Вот это глина идет. Я хочу знать, когда Земля появилась? А? Или где-то еще глубже она была. Есть же нефть, есть же газ. У меня великое подозрение, что это все последствия переработки органики. И газ. Потому что он, это самое, из такого состава. И нефть тоже. Ну, это там где-нибудь сотни метров, тысячи метров. Помните скважины? А потом ничего. И вдруг такое впечатление, что кто-то взял, засеял. Вот буквально 10 тысяч лет назад, 20, ну пусть 50 тысяч лет назад. Кто-то засеял Землю. Не миллионы лет. Кто-то засеял Землю. А потом на этой Земле привез все это. Все, что сейчас бегает и прыгает. Летает. Вот. И вот в таком образе и надо. Не надо ничего утверждать. Не надо АГЭ. Бога нет. АГЭ тоже может доказать. Что Бога нет. Только, знаете, доказательства вшивые или фальшивые. Я хочу, чтобы детей научили думать, гадать. Вот так вот учитель взял. Вы знаете, дети, вот видите. Вот учебник. Вот так образуется гомос. Биология-то это надо проходить. Я знаю, проходит именно школьная биология. А вы знаете, детишки, загадка-то великая. Ну что же это делать-то? Когда появилась жизнь на Земле? Тут-то получается, что она появилась 15-20 тысяч лет назад. Вот так надо с детьми разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok